Здравствуйте! В эфире программа подробностей в российских вузах достигает апогеи вступительная кампания. Сегодня все российские вузы опубликовали и приказы о зачислении абитуриентов так называемой первой волны. Итоги вступительной кампании, промежуточные итоги мы подведем вместе с ректором одного из ведущих и самых востребованных рязанских вузов, ректором Рязанского радиотехнического университета Виктором Гуровым. Виктор Сергеевич, здравствуйте! Здравствуйте! Итак, промежуточные итоги вступительной кампании, каковы они по вашему вузу, как в сравнении с прошлыми годами проходил отбор, как конкурс, какие баллы? Да, сегодня мы подписали приказы о зачислении в так называемом первом потоке или первой волны. Предыдущий приказ состоялся 31 июля, когда были зачислены целевики и особые категории граждан. Поэтому можно сказать, что половина приемной кампании пройдена. Результаты такие. Во-первых, конкурс на технические специальности в этом году был очень неплохим. Средний конкурс по всем техническим специальностям был 1,75 балла места. Неплохие пришли ребята с баллами на технические специальности. В этом году представлена достаточно широко география российских регионов. Это не только традиционно Рязань, Рязанская область. Да, радиоинститут, радиоакадемия, радиоуниверситет. Это традиционный вуз, который пользуется востребованностью других регионов. Работает, в общем-то, да. Совершенно верно. По предварительным оценкам около 35 регионов прислали к нам свои абитуриенты. Но окончательно, конечно, мы будем делать по завершению приемной кампании. В этом году особенностью является то, что резко или значительно возрос объем целевого приема, прежде всего для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Мы больше 250 мест для них подготовили. Немножечко изменились. И это внесло свою тоже особенность. Увеличился прием, целевой прием обычный для органов государственной, муниципальной власти и предприятий. Либо государственных, муниципальных, или предприятий, в чьем уставном капитале есть доля государства больше 10%. Тоже примерно в два раза заросло по сравнению с прошлым годом. Поэтому мы только по целевому приему зачислили 350 человек. И вот в этом году, вернее, сегодня в первом потоке дозачислили еще около 150 абитуриентов. Так что на сегодняшний день 70% нашего набора на первый курс на бакалавариат и специалитет мы сформировали. И, естественно, объявили список так называемой второй волны или второго потока, которые будут зачислены 11 числа. Радует, что средний балл, несмотря на то, что средний балл по ЕГЭ в целом по региону у нас несколько просел. Да, об этом мы говорили. Но по проходному баллу значительных колебаний или изменений по сравнению с прошлым годом нет. По группе технических специальностей это один или два балла ниже, чем в прошлом году. И чуть-чуть ниже, тоже на два, по-моему, или три балла по группе экономических специальностей. То есть, колебания незначительные, все на уровне прошлого года, что называется. Да, по крайней мере, это означает, что к нам все-таки идут лучшие ребята. Даже если средний балл всех сдававших чуть меньше по сравнению с прошлого года, как бы просел значительно на несколько баллов, то по абитуриентам, которых мы зачисляем, пока этого не видно. Поэтому все идет в штатном режиме. Все, приятно, что все технические специальности востребованы, а несколько специальностей вообще были по заявкам предприятий оборонно-промышленного комплекса разобраны, что называется, на корню. Это радиотехника пользуется большой популярностью. Конструктора наши практически на общий конкурс ни одного человека не выходит, или их выходит очень мало. Целый ряд айтишных специальностей. В этом году также особенностью приемной кампании является то, что мы объявили набор на новое для нас направление. А вот об этом отдельно хотелось бы поговорить, потому что каждый год ВУЗ придумывает, что называется что-то новое, старается соответствовать требованиям времени. Что в этом году добавилось? После, так сказать, четырехлетней подготовки мы в этом году объявили впервые набор на направление подготовки механотроника и робототехника, так сказать, официально, тем самым завершив формирование нового для ВУЗа направления по робототехнике, потому что инициативная такая молодежная команда, студенческое конструкторское бюро, которое возглавляет Станислав Голь, за четыре года, в общем-то, принесли нашему ВУЗу достаточно большую известность как в России, так и за рубежом. Победа на нескольких международных соревнованиях, в том числе в Польше мы очень хорошо в этом году выступили, опять хорошо выступили в Нижнем Новгороде, перед этим была победа на всероссийских соревнованиях. Но вот решили, что потенциал подкуплен значительный, теперь мы можем как бы уже и готовить студентов по этому направлению, с тем, чтобы они вот дальше это направление развивали, прежде всего в нашем регионе. Алексей Ильич, насколько востребованной оказалась вот эта новая специальность робототехникового абитуриента? Пошел народ? Да, народ пошел, несмотря на то, что как бы на первый год конкурс на нее состоялся нормальный, и, в общем-то, по-моему, заполнение полное уже по первой волне. То есть, второй волны даже не потребуется на этой специальности? Да, да. Что касается механотроники, да, тут как обстоят дела? А это единое направление, оно называется механотроника и робототехника. То есть, как бы вот две связанные, так сказать, составляющие одного направления. Ну, или по-простому робототехника. Алексей Ильич, ну, традиционно люди идут в ВУЗ для того, чтобы получить хорошее образование, хороший качественный диплом, и потом с этим дипломом найти работу. Востребованность в специалистах технических специальностей на рынке сейчас присутствует. Как-то отслеживали судьбы своих выпускников последних лет. Все ли в большинстве своем нормально? Диплом ВУЗа, что называется, по-прежнему котируется? Да, вот интерес к инженерному образованию последние годы существенно возрос. Ну, а наши выпускники, они традиционно пользовались большим спросом на рынке труда. Если говорить о целевом наборе для предприятий оборонно-промышленного комплекса, я уже сказал, это порядка 250 человек. Так вот, очень приятно, что львиную долю заказа формируют рязанские предприятия. Это, наверное, около 180, может быть, чуть больше человек. Но и значительный вклад, несколько десятков, около 70 человек, это предприятия, которые за пределами Рязанской области. Прежде всего, это Подмосковье, и это крупные научные центры по России. Все они заинтересованы именно в тех специальностях или направлениях подготовки, которые преподаются у нас. Я уже сказал, прежде всего, радиотехника. Радиотехника как направление подготовки разбирается оборонщиками сразу. На общий конкурс даже не выходит. И если посмотреть список предприятий, которые заказывают, там, я говорю, представлены географии всех ведущих научных центров России. Вот, в области радиоэлектроники, в области авиационного, ядерного, приборостроения. То есть, короче говоря, обостребованы. А что касается общего, так сказать, трудоустройства, то, вы знаете, уже несколько официально проведенных мониторингов нашим учредителям Миноборнауки Российской Федерации показали, что, в общем-то, по этому показателю у нас проблем нет. У нас востребованность велика, и велик процент трудоустройства наших областников по специальности. Ну что ж, я благодарю вас, спасибо, что вот в это такое горячее время нашли возможность прибыть к нам в студию и рассказать о первых таких промежуточных итогах вступительной кампании в ВУЗы. Ректор Рязанского радиотехнического университекта Виктор Гуров был гостем программы «Подробности». Продолжение следует...